Как пополняются закрома республики и насколько быстро идет переселение из аварийного жилого фонда, обсуждали на видеоконференции с главами администрации районов и городов. Тема номер один – осенняя уборка урожая. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства Чувашии, собрано почти 640 тысяч тонн зерна. Кукуруза убрано почти 1300 гектаров. Лучшие показатели в Чебоксарском и Вурнарском районах. Картофель на сегодняшний день убран с площади 8,4 тысяч гектаров или 91,1 процент площади посадки. Валовый сбор картофеля на сегодняшний день составил 147 тысяч тонн при урожайности 176 центнеров с гектара. На уборке задействовано около 60 комбайнов, около 58 картофеля копалы. С целью ускорения темпов уборки в районах республики организована переброска картофельной техники. Погодные условия на сегодняшний день сдерживают немножко уборку сельскохозяйственных культур. Количество осадков в сентябре составило 159 процентов от 150 до 255 процентов от месячной нормы. Запас влаги сегодня при норме 22-29 миллиметров составляет 40-61 миллиметров. Тем не менее, хозяйство продолжает работать. Серьезные задачи стоят по реализации третьего этапа республиканской программы по переселению завариного жилья. До конца года необходимо переселить почти 3000 человек из 236 домов. Временно исполняющий обязанности министр строительства Максим Иванов отметил, что отставание по выполнению программы есть в трех муниципалитетах – в Бресенском районе, Чебоксарах и Алатаре. По городу Чебоксары у нас вызывают, скажем, опасения три многоквартирных дома. Это микрорайон Соленоя, позиции 1, 2 и 8. У них срок строительства до 1 декабря этого года. Дома девятиэтажные. Если по двум позициям, номер 1 и номер 2 – это застройщики Алза и Стройсфера, там уже, в принципе, кладку завершают и будут закрывать коробку. К 1 декабря они сдать дома не успеют. Но планируем до нового года, до 31 декабря, работу завершить. Спасибо. Правильно мы вас услышали. У вас в городе те проблемы, которые на сегодня есть, вы их разрешите. Короткие сроки. Для этого работаем, на этой должности, для того, чтобы облегчать проблем. Не все строительные организации ответственно подходят к выполнению поставленных задач. Понятно, что они проходят через аукционы, но выигрыш в них – это еще не гарантия добросовестного исполнения взятых на себя обязательств. Опасение у Михаила Игнатьева вызывает будущее строительство поликлиники в центре Чебоксар. У меня есть большие сомнения к отдельным подрядным организациям. У Ивана Борисовича есть сомнения, соответственно, у Аллы Владимировны есть. Там, конечно, сейчас все эти попытки, как бы сказать, есть, чтобы нормализовать, формализовать. Я сказал, комплексно оценить, насколько подрядчик справится. Это социальный объект, это не коммерческий объект. В ином случае, в ином случае, можем мы провалить строительство этого объекта, а там федеральные средства мы должны получить пока в листе ожидания. На видеоконференции также обсудили вопрос организации перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Сейчас будут вноситься изменения в законодательные акты. Глава Чуваши обратила внимание, что эти изменения не должны отразиться на стоимости проезда. Татьяна Молокова, Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.